Обвал российского рубля, доллару не хватило копейки до 86 рублей. Что будет дальше, обсуждаем с экспертами. Пришла забрать долг по зарплате, получила удар по лицу. Покажем кадры взаимоотношений работодателей и сотрудника и выслушаем стороны. Почему в США бензин подешевел до 8 рублей за литр, а у нас ничего не меняется, мы спросили крупного госзаправщика. Капитальный ремонт как лотерея, дома будет выбирать компьютер, а прокуратура выяснила, часть поборов были незаконны. 20 на 0 в Красноярске, в прямом эфире новости ТВК. Меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги подведем информационные итоги этого четверга, 21 января. И мы начинаем. Впервые с 1998 года курс доллара достиг отметки 85 рублей 99 копеек. Это показатели утренних торгов на московской бирже. Европейская валюта там же торговалась на отметке 93 рубля 70 копеек. Эксперты оценивают ситуацию как, цитата, близкая к панической. Экспортеры якобы не спешат продавать валюту, а остальные игроки начали ее активно скупать. Вскоре к ним, как полагают многие, может присоединиться и население, что еще более усугубит ситуацию. При этом один из главных показателей стабильности рубля стоимость нефти марки Brent также падает. Сегодня на торгах цена достигала 27 долларов 30 центов за баррель. К чему это может привести, а может уже привело? Есть ли выход из сложившейся ситуации? Этой темой сегодня занимался мой коллега Захар Письменных. Он сейчас в студии. Захар, я правильно понимаю, что эксперты называют единственную причину дешевеющего рубля? Это низкая цена на нефть. Не совсем так, Илья. Сегодня как раз некоторые эксперты начали говорить и о других причинах. К примеру, руководитель трейдинга Атон говорит, что, цитата, «рынок порвало после праздников». Специалисты Банка Открытия уверены, что причина во вчерашнем заявлении главы Центрального банка Эльвиры Набиулиной, которая в тот момент, когда доллар подорожал до 82 рублей, заявила, что Центробанк планирует вмешиваться в ситуацию и выделять дополнительные средства только в случае угрозы финансовой стабильности. Другие считают, что такая стоимость рубля справедливая, ведь он якобы был переоценен в начале года по отношению к стоимости нефти. Она, к слову, сегодня торгуется на уровне 28 долларов за баррель. Как заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин, может упасть до 16 долларов. Да, Захар, но я вот сейчас подозреваю, что многие наши зрители сидят, слышают бренд, доллар, евро и вряд ли понимают, как это касается их напрямую. Как это может на них отразиться и как уже отразилось? Получается, что уже отразилось все потому, что многие эксперты, которые пережили кризис 98-го, 2008-го года, говорят, что в этот раз кризис другой. Дело в том, что накопилось очень много проблем, чтобы их решить требуются деньги, а заработать эти самые деньги государство может только благодаря продаже ресурсов, которые, как мы уже рассказали, только дешевеют. Выходит тупиковая ситуация и яркий пример проблемы с ЖКХ. Давайте послушаем. Мы сократили социальные обязательства государства постепенно. Во многих секторах деградировала инфраструктура. В частности, ЖКХ у нас очень сильно деградировал за это время, потому что в него не вкладывали вообще средства. И сейчас износ основных фондов составляет 70%, например. Соответственно, для того, чтобы восстановить систему ЖКХ, нам в течение примерно десятка лет надо вкладывать ежегодно в него 500 миллиардов рублей. Это подсчеты МИН, ЖКХ и строительства России. Но таких денег не выделяется. У нас в бюджете всего 66 миллиардов. Подтолкнуть страну к экономическому росту, рассказывает тот же Миронов, может потребительский потенциал населения. А он, в свою очередь, также падает, не помогает, говорит эксперт, и государство, хотя в этой ситуации должно. Пример тому индексация пенсии всего на 4%, а также все новые и новые налоги и сборы, вроде платы за капитальный ремонт и проезд большегрузов, или платные парковки. Должно государство помогать и тем, кто потерял от операции с валютой. Последнее, это валютные заемщики, к примеру, в Москве, накануне вовсе пошли на крайние меры, приковали себя наручниками в одном из банков. Давайте послушаем. Это было в 90-х, когда братки давали деньги начинающим коммерсантам и говорили, бери, развивайся, ничего не надо. Проходило время, ему припоминали сразу все. Когда мы брали кредит, нас упрашивали, нам говорили, вы в рублях не подходите, а вот в долларах да. Сегодня мои коллеги позвонили в представительство крупных банков, которые находятся в Красноярске. Оказалось, что в нашем городе также есть валютные заемщики, их не так много, 37 человек, и они якобы пока никуда не обращались. В этой ситуации, как мне кажется, одно из самых ярких высказываний о действиях государства последних дней принадлежит Олегу Дерипаске. Давайте послушаем. Ну, мне кажется, курс 80 сегодня, да, уже достаточно много сказано о нашей экономической политике. Она ясна, не делать ничего. В Кремле, потому что, если вспоминать кризис 2008 года, использовались формулировки финансовая нестабильность и другие очень аккуратные фразы, чтобы не говорить о кризисе. Что говорят сейчас? Илья, эту такую экономическую ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что такое падение рубля – это обычная рыночная ситуация, а вовсе не обвал, как считают многие. На этом пока все. В общем, кратко и понятно. Спасибо большое. Это был Захар Песьменник. Говорили о нынешней экономической ситуации. Что сейчас делать с бережениями и что будет дальше? И может ли российская валюта упасть еще? Спросим об этом независимого финансового аналитика. Во второй части выпуска в 20.45 ждем ваших звонков. Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации? Кто в ней виноват? И что будет дальше? К чему вы готовитесь? Звоните. 265-45-00. Наш телефон. Наш смс-сервис. 90-20. Начали ТВК. Пробел. И далее ваш текст. Тем временем в России может вернуться единый социальный налог. Это один из вариантов антикризисного плана. Сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на рабочие материалы правительственных структур. Проект предполагает ликвидировать три страховых взноса, которые сейчас существуют. Это взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, фонд соцстраха и пенсионный фонд с 1 января следующего года. И они могут превратиться в социальный налог. Контролировать этот налог будет Федеральная налоговая служба. В случае, если инициативу одобрят, то налоговики получат поток социальных платежей в размере почти 6 триллионов рублей. Для сравнения, доходная часть федерального бюджета на 2016 составляет более 13 триллионов. Минимальный тариф по капитальному ремонту для красноярцев пересмотрят. Меньше точно не будет, говорят в региональном фонде, а вот больше вполне возможно. Это стало известно сегодня в ходе работы круглого стола по проблемам, связанным с капитальным ремонтом. Один из пунктов, который до сих пор смущает экспертов, это то, как дома попадают в список первоочередных. Юлия Мавшевич разбиралась в подробностях этой капитальной лотереи. Капитальный ремонт – это лотерея. Ведь кажется именно так. Случайным методом красноярские дома попадают в краткосрочную программу. Только вместо лототрона персональный компьютер и база данных от управляющих компаний, которые, как сегодня озвучили эксперты, не очень заинтересованы в ремонтах. Ведь раньше это был и хлеб. Дальше из этой базы многоэтажки выбирают не по принципу запущенности и острой необходимости в ремонте, а по прописным критериям правительства. А там как повезет. Ну, представляете, в городе Краснодарске 6 тысяч домов, да? Вручную. Как это отсмотреть? Естественно, это там присваиваются баллы в зависимости от этих технических характеристик. Это делают на компьютере. Дома сначала выстроились в некий рейтинг по техническим характеристикам. Дальше идет выборка из этих домов, которые попали по техническим характеристикам. Уточняется уровень сбора по этому дому. Если у этого дома уровень сбора больше 80%, он встал в программу. Проще говоря, из тысячи домов с одинаковыми проблемами только 200 попадут под ремонт в первую очередь. Становится понятно, почему до таких домов, как на высот на 5, у строителей руки не доходят. Хотя в фонде заверяют весной по программе, там начнут менять систему отопления, а отремонтируют крышу, подвал и проводку только через десяток лет. Впрочем, жители 21 дома, где ремонты прошли, уже могут оценить систему капремонта в деле. Надзорные органы поступило 193 жалобы и выдано 19 предписаний о нарушениях. Напомню, что чинили в основном крыши в снег. На круглом столе по проблемам капремонта слово берут подрядчики. Илья Осиповна хорошо выстроила эту систему. У нас контролеров там десятки, сотни, тысячи. А что контролировать? У нас 10% выполнено. За короткий срок надо было сделать большое количество проектов. А для того, чтобы сделать качественный проект, надо обследовать. Обследовать, естественно, качественно и быстро не получилось. А это, в свою очередь, отразилось на качестве проектной сметной документации и дальше на качестве производства работы. Сметы тоже расходились с фактическим объемом работ и затрат, говорят строители. Поэтому весь 2016 год платим по тарифу 6 рублей 90 копеек, а в следующем уже больше. У нас нет стоимости для формирования краткосрочного плана 2017 года. Поэтому мы и говорим, февраль-март мы будем считать эту стоимость, мы ее будем устанавливать для того, чтобы была возможность сформировать план ремонтных работ на 2017 год. Кстати, если у кого-то еще возникает вопрос, платить или не платить за капитальный ремонт, то тут региональный оператор переходит от слов к действию. 16 физических лиц уже проиграли суды. Чиновникам достаточно даже 10 тысяч долга, чтобы пуститься в судебные тяжбы с вами. Оценивая всю непростую экономическую ситуацию и повышение тарифа, в следующем году судиться придется больше. Юлия Мавшуч, Сергей Березовский. Новости ТВК. Тем временем жителям Кировского района вернут почти 200 тысяч рублей, которые они заплатили за капитальный ремонт. Постановление о возврате средств фонду капитального ремонта выписала прокуратура. Проверка показала, фонд начислял взносы людям, которые живут в домах, официально признанных аварийными и подлежащими сносу, что по закону делать нельзя. Собственники исправно платили, в итоге перечислили фонд капитального ремонта 196 тысяч. Представление прокуратуры рассмотрено и признано обоснованным. Просто в фонде не могут, говорят, следить за каждым домом. Теперь жители Кировского района вправе требовать вернуть свои средства. Если им откажут, красноярцы могут опять же обратиться в прокуратуру. Узнать, признан ли ваш дом аварийный, можно на официальном сайте. Его адрес вы сейчас видите на своих экранах. Под стражей оставили только половину арестованных, остальных отпустили домой. Трое из числа тех, кого арестовали за незаконный сбыт контрафактного алкоголя, отпущенные из СИЗО по решению суда железнодорожного района. Напомню, в последние месяцы прошлого года от ядовитого виски, по данным Минздрава, погибло 13 человек. Еще полсотни были госпитализированы. Многие из них лишились зрения или памяти. Как пояснили в пресс-службе суда, покинуть СИЗО молодым людям разрешили, цитата, на основании представленных материалов. Конец цитаты. Хотя и Следственный комитет, и прокуратура настаивали на продлении ареста на время следствия. Сейчас решается вопрос об обжаловании решения суда. Отпущенные подозреваемые помещены под домашний арест. Предполагаемый поставщик ядовитого напитка, которого задержали в Подмосковье в декабре, остается под арестом. Через минуту рекламы в новостях ТВК. Что же будет дальше? Вместе с финансовым аналитиком обсудим, что делать со сбережениями и как это повлияет на цены. А также удар от начальника. Она пришла попросить свою зарплату, а получила в лицо. Не переключайтесь. Мы возвращаемся к главной теме этого выпуска. Обвалу российского рубля. Что это значит и к чему это приведет? Прямо сейчас узнаем у нашего гостя в студии. Независимый финансовый аналитик Александр Воронов. Александр, добрый вечер. Не знаю, правда, добрый ли он. Скажи, пожалуйста, если рассуждать, к чему, как изменятся цены и доходы из-за того, что происходит сейчас на валютном рынке? Добрый вечер. Как изменятся цены? Это отразится в ценах примерно месяца через полтора, через два. Уже по обвалу прошлого года выявлена формула. Каждые 10 рублей падение рубля – это примерно 1,2% в базовой инфляции. То есть, соответственно, мы уже получим как минимум 3-4% инфляции. Ну а если говорить о доходах, доходы автоматически снизятся? Реальный доход, естественно, автоматически снижается. А вот по вашим ощущениям, вот тот уровень, который был задан сегодня на начале торгов – 85 рублей – это предел или еще нет? Сложно говорить о каких-то либо пределах, да, потому что наш курс рубля – это индикаторы нефти, а нефть пока не останавливается и не торопится остановиться на текущем уровне. Плюс Центробанк даже еще не начал словесные интервенции, не говорил уже о реальных. Поэтому сейчас такие колебания очень возможны, очень широкий диапазон. Ну давайте тогда разберемся в терминологии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков попросил журналистов то, что сегодня произошло на валютном рынке, не называть обвалом. С экономической точки зрения, с теоретической точки зрения, это обвал или не обвал? Скажем так, эти колебания выше среднего, да, то есть каждый может называть как хочет, да, то есть как бы некоторым принято говорить это обвал, потому что возник, скажем так, очень серьезный и резкий рост, да, то есть и по специфике, да, то есть на бирже там даже идут определенные пересчеты по поводу различных там инструментов, гарантийных обеспечений и тому подобное. А то, что не хотят говорить, что это обвал, ну ради бога, это чтобы не наводить лишнюю панику. Ну а если все-таки посмотреть с точки зрения обычного потребителя, вот если у кого-то сейчас есть какие-то сбережения в рублях, что бы вы, как финансовый аналитики, посоветовали бы сделать, чтобы даже не приумножить, а чтобы не потерять? И стоит ли вообще сейчас уже что-то делать? Сейчас лучше ничего не делать, потому что то, что происходит на бирже, это в первую очередь это не экономика, а в данном случае психология, вот она пошла, то есть ожидали это падение гораздо раньше, чем сейчас, да, скажем так, произошло вот к концу месяца. Первые 2-3 дня, которые сейчас, то есть это будет определенное паническое настроение, лучше ничего не делать. Посмотреть, какие действия притвинет Центробанк, посмотреть, как отреагируют непосредственно банки, да, может быть сейчас скоро появятся хорошие процентные ставки в крупных банках, где можно разместить довольно-таки выгоды на депозиты. Ну а вот если говорить уже про банки, по вашим ощущениям, возможно ли продолжение вот этой политики Центрального банка, когда отзываются лицензии, может ли это коснуться какие-то кредитные учреждения там из большой сотни, не будем говорить про десятки, из большой сотни, из главной первой сотни банков? Ну, возможно, это когда что-то приостанавливалось. В данном случае ничего не приостанавливалось, Центробанк уже сегодня, кажется, отозвал 3 лицензии, в том числе и у крупного банка, в Нижпромбанке. То есть, возможно, и падение банков и в сотни, и во второй сотни, и дальше, и дальше, и дальше. То есть, пока темпы не останавливаются, нужно присматривать непосредственно банки с более надежной, с хорошим участием акционеров. — И, ну и заключительный вопрос, скажите, пожалуйста, понятно, что загадывать, что будет дальше сейчас никто не может, много всяческих и драматических, и оптимистических картин рисуют сейчас некоторые аналитики. Но вот если самое простое, как вы думаете, к лету 2016 года россияне смогут себе позволить отдыхать за границей, или придется всем отдыхать в России, в большей части? — Всем, ну, всем придется отдыхать, если, скажем так, опустится какой-то определенный занавес. Все равно какая-то часть населения может себе позволить отдыхать за границей, не благодаря, вопреки. То есть, в данном случае вопрос, сколько может людей позволить это себе, конечно, будет меньше. — Ну, вы-то в целом, с точки зрения независимой финансовой аналитики, как смотрите на происходящее? Это время возможностей, или это действительно кризис, и нужно привыкать к тому, что это будет долго? — Это время определенных возможностей, но, к сожалению, масса, скажем так, большинство людей в это время становится беднее, к сожалению. — Спасибо большое. В прямом эфире новостей ТВК был независимый финансовый аналитик Александр Ворнов, говорили о нынешней экономической ситуации. Центробанк отозвал лицензию Внешпромбанка. Такое решение было принято из-за неисполнения кредитным учреждениям федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России. Фактически, деятельность Внешпромбанка была приостановлена еще в середине декабря, однако Центробанк медлил с окончательным решением. Напомню, ранее СМИ сообщали о том, что в этом банке были размещены средства Олимпийского комитета России, предназначенные на подготовку спортсменов к летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также среди вкладчиков Внешпромбанка, по данным РБК, оказались жены министра обороны Сергей Шайку и вице-премьера Дмитрия Козака. Кроме этого, также сообщается, что в данной кредитной организации зависли полтора миллиарда рублей Московской Патриархии. Стоит отметить, что Внешпромбанк входил в топ-сотни лучших банков России. О том, что происходит на Красноярском рынке нефтепродуктов, мы поговорим в воскресных новостях. Моя коллега уже пообщалась с генеральным директором компании КНП, которая владеет самым большим количеством заправок у нас в крае. Вот что руководитель Красноярской нефтепродукты говорит о перспективах стоимости литра бензина с учетом ультрадешевой нефти. Почему пока цены существенно не меняются, а прибыль КНП падает с каждым месяцем вместе с исчислениями и компаниями в краевой бюджет? Не ждет ли других игроков на рынке судьба компании Магнат РД, которая находится на грани банкротства? И как новый гендиректор объясняет острую необходимость в момент экономического кризиса покупать новый офис в центре города? Расскажем уже в это воскресенье в 20.00. В Красноярске появилась первая перехватывающая парковка для тех, кто пользуется городской электричкой. Оставить машину можно возле станции Енисей. Парковка – это бесплатная, храняемая и под прицелом трех видеокамер. Заехать туда может любой, а вот при выезде нужно предъявить билет на электричку. Представители железной дороги подчеркнули, если билета не будет, его придется купить. Рассчитана стоянка на 33 автомобиля, но по мере необходимости ее готовы расширять. И похоже, с введением штрафов за неоплату парковки в центре города желающих воспользоваться электричкой действительно станет больше. А потому что в центре сейчас дорого парковаться и ввели штрафы. А тут можно бесплатно поставить и спокойно вернуться потом сюда. А куда едете? Я в центр поехал. На ЖД вокзала? Ну, пока да, оттуда с пересадкой на автобус. На автобусе, да? Ну да, по центру на автобусе, обратно потом сюда вернусь вечером. Не знаю, вечером вдруг мост будет стоять, а так быстрее, удобнее. Напомню, тариф на городской электричке единый – 18 рублей. То есть, если доехать до ЖД вокзала, а потом на автобусе до места работы и таким же образом обратно, вы потратите 80 рублей. А за 8 часов парковки придется отдать 240. Пока такая стоянка одна, но в Краспригороде обещают обустроить еще как минимум три подобные площадки. В плане наших мероприятий построить подобные парковки на всех въездах в город Красноярск. То есть, ну, допустим, если въезжать в город со стороны Сосновоборска, Железногорска, это в районе станции Базаеха или Сады. Если въезжать из Солнечного, это Красноярск-Северная станция. Ну и так далее. Посмотрим, вот у нас пилотный проект, как у нас пойдет. В дальнейшем будем развивать данное направление. Нарушителей не так много, как думали. В первые недели после введения штрафов за платную парковку изменились как суммы, которые за парковку собирают, так и каналы, по которым оплата приходит. О пяти способах не нарваться на штрафы тех, кто ими не воспользовался, в материале далее. Ну, карта, наверное, лучше. Наличка, она всегда самая лучшая. Ну, в паркомате просто и все. И способ любимый нашелся. И паркоматы заработали почти везде, говорят в мэрии. Считанные дни, которые прошли с момента введения штрафов за неоплату платной парковки, уже дают первые цифры. Например, в разы увеличилось количество незанятых мест на этих парковках. А число тех, кто на них все же останавливается и платит, согласно правилам, 30 рублей в час, выросло. Причем сразу в четыре раза. Каждый будний день красноярцы рассчитываются за 350 часов стоянки. А это 10,5 тысяч рублей. И намного больше из этих рублей начали поступать через мобильное приложение. Этот способ оплаты, говорят специалисты, вот-вот станет самым популярным. Ну, видимо, связан с холодами, что гораздо проще на мобильном телефоне оплатить, никуда не выходя, да, из машины. А потом уже там либо с помещения, со здания. Когда вы пришли, приехали к месту назначения, и вы понимаете, что в течение часа вам недостаточно, вы можете продлить парковку и оплатить еще там один час. Кроме мобильного приложения, автомобилиста ждет сам паркомат, терминал платежка, обычные смс-сообщения или интернет-сайт. Все они принимают оплату. А административные комиссии районов уже принимают бумаги на тех, кто ни одним способом оплаты не воспользовался. Сегодня разосланы первые извещения. Мы приглашаем для составления протокола, это первый этап для привлечения к административной ответственности. Гражданин может воспользоваться своим правом, присутствовать на составлении протокола, дать свои объяснения, приложить свои доказательства, заявить свои ходатайства. Или доказать наличие смягчающих обстоятельств, чтобы в итоге получить хотя бы минимальный штраф. Предупреждение по этому нарушению не предусмотрено. Екатерина Кашучик, Виталий Суботин, Новости ДВК. Тем временем законы сбора денег за платную парковку до сих пор под вопросом, по крайней мере, у прокуратуры. Сейчас этот вопрос решается в суде. Напомню, ранее суд Центрального района отказал прокуратуре в признании инвестиционного соглашения по платным парковкам недействительным. Несмотря на данные о нарушении ряда федеральных законов при заключении этого соглашения, который предоставила прокуратура. Сегодня решение суда было обжаловано. А значит, рассмотрение вопроса продолжится. Через две минуты рекламы в новостях ТВК. Вернемся к теме кризиса. Обсудим эту тему, а также удар от начальника. Она пришла возвращать долг по зарплате, получила по лицу. А также узнаем, какое настроение у россиян в эти непростые экономические времена. Не переключайтесь. Это новость ТВК, и мы продолжаем. Пришла узнать, когда отдадут заработанные деньги, а ее избили. Ирина Бачила рассказывает, конфликт с директором закончился походом в полицию и прокуратуру. Вот с таким лицом девушка вышла из ресторана, в котором проработала полтора месяца. Говорит, еще до Нового года решила уйти из-за грубости руководства и постоянного унижения. Но то, что дело дойдет до рукоприкладства, и подумать не могла. По словам бывшей официантки, директор ресторана не выплатила ей семь с половиной тысяч рублей. На звонки не отвечала. Тогда девушка приехала и попросила вернуть заработанное. А дальше, как в фильме, избиение запечатлели камеры видеонаблюдения. Директор сначала толкает девушку, а потом несколько раз бьет по лицу, хватает за волосы и уводит туда, где камер уже нет. Она мне сказала, пошла ты на три буквы со своим законом. Я говорю, я как-то так буду ходить, говорю, к вам каждый день, получается так, пока вы мне не дадите ответ. Ну, все, и она просто накинулась на меня с колоками, куда ты будешь ходить. Все, и начала меня в зале с краешку мутузить, затащила в подсобочку, видимо, чтобы особо никто не видел. До тех пор, пока не прибежал гардеробщик и просто не забрал меня, не оттащил, потому что просто держала за волосы, не отпускала и в это время била. Сама директора ресторана сначала заявила, что такой официантки у нее никогда не было. Через несколько часов Зара Мутаева все же вспомнила Ирину и охарактеризовала как неуравновешенную и чересчур эмоциональную. Мол, девушка работала по вызову, когда не хватало персонала, а после Нового года ее услуги больше не понадобились. Однако, по словам директора, девушка настаивала не на зарплате, а требовала взять ее на работу. Она просилась на работу. Я говорю, ну, у меня сейчас укомплектован штат, я не могу взять. Она потом пошла в зал со мной, в служебное помещение, я говорю, я все сказала, мне не нужно. Тогда я буду приходить и устраивать вам скандалы. А по какому поводу, собственно говоря? Потому что я не могу взять человека на работу. За это нужно бить? Нет, я, знаете, давайте не передергивать, никто ее не бил. Если это будет доказано, то мне нечего сказать. Я ее толкнула, но не била. То есть неадекватность, это не в моих действиях, неадекватность в ее действиях. Это все, что я могу сказать. Убийство Бориса Немцова раскрыто. Об этом в российской газете заявил глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин. Напомню, Немцов был убит поздно вечером 27 февраля прошлого года на Большом замоскворецком мосту в Москве. Обвиняемые по делу стали пять человек. Организатором убийства Следственный комитет считает Руслана Мухудинова, которого называют московским водителем офицера батальона «Север» Руслана Геремеева. Уголовное дело в отношении Мухудинова будет выделено в отдельное производство. Между тем, дочь Немцова не считает убийство отца раскрытым. Об этом говорят и эксперты. Кто стал заказчиком преступления, до сих пор не ясно. Срок предварительного расследования продлен до 28 февраля 2016 года. Каждый четвертый россиянин боится потерять работу, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Специалисты выясняли, какие из возможных проблем на работе больше всего беспокоят людей. Выяснилось, 37% россиян считают, что в ближайшие 2-3 месяца им самим или членам их семьи могут сократить зарплату. А 36% опрошенных опасаются, что выплаты задержат. А мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего выпуска обвал рубля. Напомню, впервые с 98-го года курс доллара достиг отметки 85 рублей 99 копеек на московской бирже. Мы спросили у красноярцев, беспокоит ли их то, что сейчас происходит с национальной валютой. Мнение горожан далее. Все падает, все деньги обесценились. Что вы сейчас будете делать? Ну, что я буду делать? Я на пенсии. По-русски сказать, извините за выражение, палец придется нам сосать в скорой. Что вы будете делать со своими сбережениями? Да ничего не буду, как лежали, так и будут лежать. Косяни пропадут. Ну, а что я могу с ними сделать? Положить их в банк, чтобы он лопнул? Сидеть и трястись каждый вечер под подушкой, что не дай бог с ними что-нибудь случится. Зачем? Может быть, вложу куда-то? Например, куда? Ну, в недвижимость. Может, в землю. Ну, смотря, что будет по стоимости доступно. Неприятная ситуация, все-таки, когда национальная валюта падает, как патриот, все-таки хотелось бы, чтобы она была более стабильной. Да ничего особенного. Ну, падает. И что? Вас это не волнует? Нет, нисколько. То, что вы можете потерять сбережения свои. А у меня нет сбережений. Хорошего мало, конечно. Поэтому меня не волнует. Плоховато, чтобы не поедешь за рубеж отдыхать, потому что доллар-то подскочил или евро подскочил. Сейчас 86 уже, кажется, да? 92. 85. Беспокоен ты сюда? Беспокоен. Почему? Потому что у нас знакомые, родственники живут за границей. Можно банально купить доллары, но это очевидный вариант, которого советовать. Да я сейчас свои сбережения, которые бы не были, пока храню в банке. Ну, потому что все остальные средства требуют опыта. Работала в тылу, воспитала нескольких детей, а теперь осталась практически без ничего. Сегодня в проекте «За чертой» новая история женщины, которая практически прикована к постели и уверена, что встать поможет только внимание близких. Это все мои, но вот тут одна-то ко мне нравится. Небольшой набор медалей Александра Мусина достает нечасто, но готова говорить о них часами даже с незнакомыми людьми. Любимая в коллекции та, что подарили на 9 мая в прошлом году. При этом хвастаться говорит особо нечем, да и никто давно уже не ценит трудовые подвиги прошлых лет. Я на кране, на любых кранах работала. И на башенном, и на козловом, и на мостовом, на всех кранах. У меня пятый разряд. У меня благодарности много. А ведь все эти подвиги отразились на здоровье. Высокое давление, боли в спине, руках и ногах практически приковали пенсионерку к кровати. Сейчас, говорит, ходит только в туалет и иногда на кухню. Лекарства, вода и тонометр возле кровати. Отказаться пришлось и от любимого хобби. Раньше, раньше, что я, я для себя я занималась, ну как рукоделем своим, вот, вязала там широ, это я раньше. А теперь какое занятие, я чуть живая. Вместе с Александрой Игнатьевной живет ее сын. Пенсионерка говорит, что он давно не заходит к ней в комнату, дома якобы практически не бывает и ухаживать отказывается. У мужчины, правда, своя мать не оставляла. Ей лишь кажется, что никто не помогает. По словам сына, дважды в неделю приходит и социальный работник. Однако очевидно, что пожилой женщине хочется лишь больше внимания в своем преклонном возрасте. Теперь никому не нужна, ни детям, никому. Хотите принять участие в проекте? Звоните 2 65 45 00. Это новости ТВК. Возобновляем информационное вещание. Обсуждаем вместе с вами обвал рубля. Что вы думаете по этому поводу? Кто виноват? И как вы готовитесь к тому, насколько непросто, судя по всему, будет? Наш телефон 2 65 45 00. Наш смс-сервис 90 20. Начали ТВК. Пробилы дали ваш текст. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Любовь Георгиевна. Я не готовилась к обвалу рубля, но мне нужно было сделать большую покупку и нужно было снять со счета деньги 70 тысяч. Но мне сразу деньги эти не дали. Пришлось получать в течение 3 дней. Выдавали только по 20 тысяч и мотивировали тем, что лимит превышен. Мы это проходили уже в 91 году. Мы в возрасте люди. Сначала тоже ограничивали снятие денег, потом вообще не стали давать. Наверное, к этому мы идем снова или как? Георгиевна, но вы-то боитесь повторения 91, 98, 2008 года? Или как-то уже привыкли? Ну, мы не боимся. Ну, как сказать? В 91 году, конечно, у нас пропали все деньги. Это через сколько-то лет? Через 20 нам какую-то компенсацию выдали. Но они нам были тогда нужны. А потом уже, когда их выдавали, уже за них нечего было. То есть вы оптимистичны или пессимистично настроены? Ну, я пессимистично настроена лично. Спасибо, Любовь Георгиевна, за то, что позвонили. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Юрий Иванович. Юрий Иванович, что вы думаете по поводу всей экономической ситуации, которая сейчас сложилась и обвал рубля? А может быть, это для нас придумало правительство? Зачем? А давайте считать. Давайте. Доллар поднялся в 2,5 раза. Мы продаем природные ресурсы. Газ, металл, уголь, лес, зерно. И живем в рублевой зоне. И бюджет рублевый. Значит, предприятие, переведя доллары в рубли, получает в 2,5 раза больше денег. Значит, где-то в 2 раза больше идет бюджет отчисления. А нефть занимает в этом, ну, пускай 30%. Мы что, не можем всем остальным перекрыть? А чем перекрывать-то? А вот то, что мы получили в рублях больше за продажу, мы же больше получили в рублях. Бюджет рублевый. Ну, подождите, а мы импортируем очень многие товары из-за границы, в том числе продукты, которые импортеры покупают в долларах, которые переводятся по этому же курсу в рублях. И нам с вами, которые не торгуют нефтью, а которые ходят в магазин, приходится покупать товары, которые также в разы могут стать дороже. Я ждал этого вопроса. А я скажу очень просто. Мы с вами кормим миллионы чиновников. Ну, пусть они отрабатывают свои деньги, пусть крутятся, ищут пути. Они ведь для этого там сидят. Они ведь слуги народа. Мы их туда поставили и платим зарплату, чтобы они делали нашу жизнь лучше. Юрий Иванович, как заставлять-то будем? А не знаю. Ну, вот сложный вопрос, считывая, что сегодня, поднимая архив, оказалось, что в феврале 2015 года Эльвира Набиулина заявляла, что никаких оснований полагать, что доллар в некой ближайшую перспективе будет стоить 80 рублей, нет. Является ли год ближайшей перспективой, не очень понятно. Но, тем не менее, такие заявления Набиулиной были. Она по-прежнему председатель Центрального банка. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана Николаевна. Я оптимистически отношусь к кризису. Потому что у меня нет накоплений. Так что мне бояться нечего. Я инвалид второй группы и получаю пенсии. На ней я живу. Я переживала 90-е годы, когда за заработку я не получала зарплату. И переживу кризис. Так что... Светлана Николаевна, ну вы же наверняка ходите в аптеку, покупаете иностранные лекарства. Ходите в супермаркет, покупаете... Лекарства я бесплатно даю. Хорошо. Я не покупаю практически лекарства. А продукты, которые завезены из других государств, которые мы зачастую покупаем в долларах? Я не беру кепродукцию. У меня скромные покупки. Понятно. Светлана Ивановна, спасибо большое, что позвонили. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, что вы думаете по поводу всей сложившейся ситуации? Разделяете ли вы оптимизм людей, которые звонили до вас? Паники нет. Я отношусь к этому спокойно. Мы уже проходили в определенные периоды жизни аналогичные события. Я думаю, что, конечно, несмотря на то, что это непростая ситуация, мы выйдем из этого плавно. Надеюсь на подписку. Ирина, а сколько этот плавный выход будет длиться? Потому что говорят, что это будет затяжной кризис. Я слышала об этом. Я думаю, что лет пять мы будем, наверное, тяжело выходить из этой ситуации. А по вашему мнению, мы вынесем какие-нибудь и власти, ответственные за экономическую политику, вынесут какие-нибудь уроки из этого кризиса? Потому что у нас была дорогая нефть, у нас был профицит бюджета, но мы проедали эти деньги, не создавая новых производств. Да, плохо, что была только нефть. И плохо, что производству не уделялось вообще никакого внимания. Только падало у нас производство. Я надеюсь, что эта ситуация как-то изменится. И что касается нашего правительства, я имею в виду Красноярского, как бы это же тоже их уровень ответственности. Но вот на сегодняшний день в информационных программах, я не слышала, чтобы прозвучали какие-нибудь планы или мероприятия о том, что планирует такой мощный край, который там пять франций умещает, предпринять в этой связи. У нас почему-то до сих пор нет технологий информационных. Но неужели нам, вот такому краю, это не по силам? Узнаем, Ирина. Спасибо большое за идею. Мы этой темой как раз сейчас занимаемся. Думаю, что уже на следующей неделе в эфире новостей ТВК расскажем и про те меры, которые правительство края и власти края планируют для того, чтобы уйти от ресурсной экономики и перейти к производству хоть чего-то реального. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас как зовут? Наталья Ивановна мне зовут. Наталья Ивановна, у вас какое настроение? У меня настроение очень даже хорошее. И я, вы знаете, призываю всех не морочить людям голову. Все равно все будет нормально. Все как было, так и останется. Паника только у чиновников. На самом деле доход в бюджет у нас очень высокий, потому что мы не только нефть экспортируем, мы очень много ресурсов экспортируем, очень много готовых изделий, лес. Правильно сказал мужчина, я сто процентов с ним согласна. А люди как жили, так и будут жить. И вот эта паника, она совершенно ничему у всех. Сейчас давление поднимется, и мы только очень много больных получим в итоге. А на самом деле все нормально. Скажите, пожалуйста, а не боитесь, что в случае неисполнения бюджета начнут резать по живому? Вот теперь пенсия в этом году, ее повысят всего один раз и всего на 4%. Пенсию все равно повысят. Повысят. И я не думаю, что всего один раз. Это просто паническое настроение у наших чиновников. В основном, вы знаете, вся еще проблема в чем? Проблема в том, что некомпетенция чиновников. У нас 90% чиновников работает некомпетентных, только бизнес еще более-менее справляется. Спасибо. Спасибо, Наталья Ивановна, которая сказала про некомпетентных чиновников, которые, тем не менее, справятся с этой ситуацией. В завершении хотелось бы завершить на позитивной ноте, которая сегодня присутствует. На последние деньги поеду отдыхать на море. Экономика идет к краху, деньги обесцениваются, а впечатления от отпуска останутся на всю жизнь, пишут наши зрители. На этом у нас все. Служба информации телекомпании НВК продолжает следить за развитием событий. Я напомню, наш телефон 265-45-00, адрес в интернете tvk6.ru. Спасибо, что были с нами. Увидимся.